Угол этого исторического здания мы все видели на открытках с видами нашего города. Фасад бывшей гостиницы «Центральная», а ныне здание мэрии, очень узнаваемый, а потому его нужно поддерживать в хорошем состоянии. Реставрация памятника в архитектуре – очень сложный процесс. Прежде чем начинать ремонт, необходимо провести обширные исследования. Работа с памятниками начинается с работы по изучению этих объектов, изучение истории этого объекта, его биографии, потом изучение его технического состояния, определяется физическое состояние объекта, делается, исходя из этого, проектная документация, которая потом проходит историко-культурную экспертизу, для того, чтобы получить заключение о том, что мы не нарушаем исторического облика этого здания и не приносим вреда этому зданию. Потом документация проходит, согласование с Комитетом по охране памятников и уже непосредственно происходит производственная работа на объекте. Проектно-сметная документация, составленная компанией «Ивановая реставрация», прошла необходимые экспертизы. Впереди восстановительные работы на входной группе. Отремонтируют центральный балкон, снимут штукатурку, сделают крыльцо, вход заменят в водостоке. Ремонт обойдется в 4 миллиона 300 тысяч рублей. Так определился подрядчик этой «Ивановой реставрации». На данный момент проходят сейчас работы подготовительно-организационного характера. Со следующей недели начнутся непосредственно работы по реставрации. С момента подписания контракта 70 дней календарных. Они должны работу будут завершить. То есть, ну, это где-то примерно начало ноября. Здание гостиницы очень необычное. Его построил архитектор Разов в начале 30-х годов в модном тогда стиле конструктивизм. С одной стороны постройка имеет пять этажей, с другой шесть. Двор в форме колодца. В свое время здесь размещали звезд. Останавливались в номерах писатели Гайдары Твардовский, певец Вертинский, режиссер Тарковский. «В годы войны это был госпиталь. Там табличка есть 1097. И в целом, как гостиница, она существовала до 2008 года, пока администрация города Иваново не переселилась туда и заняла соответствующие кабинеты. Таким вот это здание пришло к нам из далеких 30-х годов. Но польза от этого здания не только, что там были великие люди, но то, что там все-таки в этом здании спасли жизни многим советским солдатам, офицерам в годы Великой Честной войны». Последний раз ремонт здесь был в 70-х годах прошлого века. Цветовое решение будет сохранено, оно историческое. Облик здания заметно посвежеет уже к зиме. Скорее всего, внутреннее убранство постройки восстанавливать не будут. Историческую ценность представляет только фасад. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.